Не в мэрию, а в следственный комитет прошел сегодня глава Славгорода Сергей Горбунов. Вел себя смирно и говорил. В беседе со следователем чиновник пошел навстречу и им, и своему будущему. При допросе он признался в получении взяток на общую сумму более 6 миллионов рублей. А еще несколько дней назад было 2 миллиона. Со взяткой в таком размере задержали Горбунова 29 мая. Деньги передавал директор одной из компаний. Они должны были гарантировать контракт на поставку угля в МУП Теплосбыт, в обход госзакупок. Сегодня следователи предъявили Горбунову обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Вину он полностью признал. Кстати, прошлый мэр Виктор Кинцель тоже неожиданно перестал руководить городом. Глава региона Александр Карлин тогда говорил, что тот провел несколько незаконных операций с муниципальным имуществом. Его продолжатель продержался пару лет. Откуда он взялся? Как его? Кто его поставил мэра? Даже без понятия. Ни голосовали, ничего. Я не слышал, не видел. В Алтайском крае среди чиновничества давно уже работает система худшего отбора. И началось это еще при прошлом губернаторе. В первую очередь, опять же, это связано было с тем, что убирали выборность мэра по главу региона, назначая туда по принципу личной преданности. По мнению Лукина, этот эпизод не будет последним. Некую системность замечают и в краевой власти. Так, в марте задержали замглавы администрации Барнаула по градостроительству Сергея Демина. В апреле уголовное дело возбудили в отношении экс-заместителя Алтайского минстроя Андрея Голубцова. Май правоохранители отработали в Славгороде. Из учета новых обстоятельств, славгородцы бы хотели пересмотра тарифа на тепло. В июле он составит 2692 рубля. И то это уже сниженная цена. Новогодний подарок мэра. В Барнауле, к примеру, гикокалорий в июле будет стоить 1991 рубль. Возможно, уже в ближайшее время с этим начнет разбираться рабочая группа, которую отправляет в Славгород Виктор Томенко. В нее вошли министр ЖКХ Ивангелев, заместители председателя правительства Виталий Снесаря, Денис Губин, Александр Лукьянов. Анастасия Дороган. День с толком.